МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня премьер-министр Беслан Борцец представил коллективу Минсельхоза нового руководителя Даура Тарба, назначенного на эту должность 24 августа указом президента Рауля Хаджимба. Премьер-министр Республики Абхазия Беслан Борцец выразил надежду на то, что сельское хозяйство наравне с туризмом займет ключевое место в экономике страны. Цель и задачи, которые стоят перед министерством, они общеизвестны. Конечно, проблем очень много остается. Не секрет, что Министерство сельского хозяйства на сегодняшний день не занимает той позиции, которая должна занимать в экономике нашей страны. Министерство сельского хозяйства наряду с направлением курорта и туризм должно быть ключевым направлением в развитии нашей экономики. Ну, обязательно это должно случиться и соответствующее место в развитии экономики Министерство сельского хозяйства должно занять. Для этого государством за прошедшие годы сделано было немало. Как вам известно, очень серьезные финансовые средства были направлены в развитие сельского хозяйства. В частности, в сферу такую, как садоводство. Порядка 500 миллионов было направлено. Очень многое было сделано нашими гражданами в этом направлении. Но и сегодня остается очень много задач, которые необходимо завершить в кратчайшие сроки. Нужно предпринять все меры для того, чтобы не дать погибнуть тому объему работ, который провели наши граждане вместе с Министерством сельского хозяйства. Беслан Барцец поблагодарил бывшего руководителя за проделанную работу. В свою очередь, бывший министр сельского хозяйства Тимур Эшба выразил уверенность, что Даур Тарба справится с поставленными задачами на таком сложном участке работы, как сельское хозяйство. Хочу коллектив поблагодарить. Большое вам спасибо за совместную работу. Также хочу поблагодарить руководство страны за оказанное доверие. То, что мы могли, теми возможностями, которыми мы располагали, работали, делали, насколько это у нас получалось. Вам, Таур Нуревич, хочу пожелать удачи. Это достаточно сложный фронт работы. Но и тем не менее, вы человек, наделенный опытом, который знает не понаслышке о сельском хозяйстве. Я более чем уверен, что вы справитесь с этой задачей. Если моя помощь где-то нужна будет, я рядом. Круглый стол, посвященный восьмой годовщине признания независимости Республики Абхазии Российской Федерации, прошел сегодня в Сухуми. Известные политологи, ученые, эксперты, министры и представители общественности высказывали свое мнение о событии, давая оценку нынешним Абхазо-российским отношениям. Организовала дискуссию Министерство иностранных дел Абхазии. Репортаж Симы Аргун. Восемь лет назад Российская Федерация признала независимость Республики Абхазия, учитывая воли изъявления абхазского народа. В ходе всенародного референдума граждане Абхазии сделали свой выбор в пользу политического самоопределения. Этот референдум наряду с другими политико-правовыми основаниями и стал базисом абхазской независимости. Российским руководством было принято решение о признании Абхазии в условиях жесткого международного сопротивления. Именно эти факты отметил во вступительном слове о событиях августа 2008 года, а также о роли России в урегулировании грузино-абхазского конфликта, исполняющий обязанности министра иностранных дел Вячеслав Чирикба. Мы живем в удивительное время с вами, наполненными значительными, меняющими ход истории событиями. Одно из таких судьбоносных событий произошло 26 августа, все еще недавнего для нас 2008 года. И Балтийское признание Российской Федерации, Республики Абхазия и Республики Южной Осетии. Эта дата признана остаться в качестве одной из наиболее знаковых в новейшей истории Абхазии. Мечта поколения абхазов, казавшаяся многим несбыточной, стала реальностью. И мы все очень хорошо помним то эмоциональное состояние, близкое к экстатическому, которое царило Абхазии 26 августа. В ходе круглого стола было отмечено, что день 26 августа является одним из ключевых в современной истории Абхазии, определяющим основные параметры развития нашего государства. Эксперты высказывали свое мнение о том, в какой политической ситуации оказалась Абхазия накануне развала СССР, какие события привели к августу 2008 и предшествовали решению России о признании нашей страны. Не обошли темы взаимоотношений наших государств на нынешнем этапе, о том, что сделано за последние 8 лет и в каких направлениях наблюдается поступательное развитие сотрудничества. Недавно всем известно, кабинетом министров Республики Абхазия был одобрен и проект соглашения между Абхазией и Россией о взаимном признании образования и квалификации. И, конечно же, это даст возможность расширения связи в области образования двух государств, в том числе и во взаимном признании дипломов. На основании подписанных документов учреждений образования как Российской Федерации, так и Республики Абхазия разрабатывают совместные образовательные программы, различные научные проекты выстраивают, проводят семинары, большое количество конференций. Ну а самое главное – это то, что создается именно само образовательное пространство. Известные политологи и эксперты делились мнением об итогах прошедшего времени, говорили об углублении интеграции между нашими странами. Симар Гун, Роберт Ломиас, Айдайба, Абхазская телевидение. Расширенный репортаж с круглого стола смотрите в нашем эфире сегодня. С 26 по 28 августа в Абхазии будут проходить Дни России. В рамках мероприятия 26 августа в 10 часов утра проводится мастер-класс колокольной музыки при участии звонарей России в Сухомском кафедральном соборе. В 11 часов в Доме Москвы откроется выставка детского рисунка «Душа России». Там же в 11.15 начнется конференция по развитию паломничества и религиозного туризма в Абхазии. В 18 часов в Абхазском государственном драматическом театре состоится галоконцерт и церемония открытия Дней России в Абхазии, в котором выступит хор девочек от Рада при Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре, капелла Ярославия, Государственный театр танца Карачаева-Черкесии, ансамбль «Чигемские водопады» из Кабардино-Балкарии, кубанский казачий хор и ансамбль «Кавказ». 27 и 28 августа часть коллективов выступит в Тхуарчале, Гудауте и Пицунде. Итоги работы за первое полугодие 2016 года подвелись сегодня в Генеральной прокуратуре Абхазии. С отчетным докладом выступил исполняющий обязанности генпрокурора Георгий Аршба. На коллегии присутствовал министр внутренних дел Аслан Кубахи. Репортаж Амры Амичба. За отчетный период в центре внимания прокуроров вопросы надзора за исполнением бюджетного банковского земельного природоохранного законодательства, использование государственной и муниципальной собственности, защиты прав граждан в социальной сфере, защиты интересов государства и общества, сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Абхазии Георгий Аршба, подводя итоги работы органов прокуратуры за шесть месяцев текущего года. За шесть месяцев текущего года, согласно статистическим показателям, по республике прокурорами выявлено более 250 нарушений законов, большая часть из которых приходится на нарушения в сфере экономики, в частности бюджетного законодательства, а также в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Нами оспорено 65 правовых актов, из которых 57 удовлетворены. Львиная доля протестов внесена на применение административной ответственности государственными муниципальными органами. Органами прокуратуры за отчетный период внесено 85 представлений. По результатам их рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответственности 17 должностных лиц разных уровней. Предостережено о недопустимости нарушения закона 116 должностных и физических лиц, в том числе руководителей коммерческих организаций. Критической назвал ситуацию на дорогах Георгий Аршба. За 6 месяцев 2016 года в ДТП погибли 30 человек, что на 4 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом основными причинами ДТП остаются управление транспортными средствами в состоянии опьянения, превышение скоростного режима и правил обгона. По мнению Георгия Аршба, меры по изъятию в судебном порядке водительских удостоверений у пяных водителей и наркоманов, несомненно, будут способствовать снижению количества ДТП. Георгий Аршба затронул и проблему распространения наркотиков. Правоохранительные органы привлекаются в уголовное ответственность лишь потребители наркотиков. То есть, зависимые люди, в основном нуждающие в лечении. Вне поля зрения правоохранительных органов остаются лица, которые возят наркотики, а также организаторы незаконного воза наркотиков, сбытчики и их поставщики. Об этих проблемах и о том, что представляющие наибольшее зло распространителей наркотиков остаются безнаказанными, отмечалось во всех докладах уже руководителей силовых структур и прокуратуры на протяжении многих лет. Однако ситуация в этом направлении не меняется. Данные обстоятельства требуют принятия кардинальных мер, объединения усилий всех субъектов оперативно-розыскной деятельности и во взаимодействии с органами прокуратуры искать пути решения вопроса борьбы с распространением наркотиков. Для качественного выполнения возложенных задач специальному управлению МВД по борьбе с незаконным оборотом наркотиков необходимо устанавливать лица, которые занимаются незаконной торговлей наркотиков, выращиванием наркосодержащих растений. Исполняющий обязанности генпрокурора Георгий Ашбе сообщил, что за 6 месяцев 2016 года в стране было возбуждено 284 уголовных дела против 412 за аналогичный период прошлого года. Следователями прокуратуры завершены 52 уголовных дела, из которых с направлением в суд 39, а по 13 делам прекращено производство по различным основаниям. Органами МВД расследовано 334 уголовных дела, из которых направлено в суд 141 дело в отношении 152 лиц. Амрамич Басаида Гухава, Абхазское телевидение. Проверка туристических объектов выявила ряд нарушений. Об этом рассказал сегодня журналистом на пресс-конференции, заместитель руководителя администрации президента Адгур Лошба, который возглавляет комиссию по проведению комплексной проверки Рицинского реликтового национального парка, Новофонской пещеры и других объектов туристического назначения. О каких именно нарушениях идет речь, расскажет Рината Шакая. Основная задача комиссии – контрольные мероприятия по изучению деятельности объектов туристических посещений. Как сообщил глава комиссии, заместитель руководителя администрации президента Адгур Лошба, за короткое время уже проведено несколько мероприятий, которые позволили выявить нарушения. Первая проверка носила ознакомительный характер с выездом на места. Затем было проведено контрольное мероприятие на двух объектах – на КПП Рицинского реликтового национального парка и в Новофонской пещере. В рейде приняли участие представители УБЭП, Министерство по налогам и сборам, туризма, МВД и представители администрации президента. Из 125 машин высокой проходимости, 54 были без разрешительных документов. Водителям был выписан штраф. В знак протеста в четверг утром водители джипов перекрыли движение к Рицинскому парку с требованием отменить наложенные на них штрафы. По сообщению от Гуралужба, в ходе встречи с митингующими была достигнута договоренность о том, что водители, у которых нет документов, должны будут их оформить в ближайшее время. Любой обратившийся в течение трех дней может получить лицензию. Но до этого он должен стать сначала на налоговый учет, зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Но пускай в самом таком худшем случае на это у него уйдет 15 дней. Поэтому я им предлагал и предлагаю через средства массовой информации заняться этим вопросом, легализовать свой бизнес и работать в спокойном режиме. И тогда никаких претензий к ним со стороны государства не будет. Мы должны понимать, что у нас не может и не должно быть каких-то избранных категорий людей, которые должны работать вне рамок правового поля. В ходе проверки также были выявлены нарушения деятельности туристических фирм при выдаче путевых листов. Проверка показала, что в Рицинский парк заехали 70 микроавтобусов и 44 автобуса. 17 из них были без указания количества туристов. 16 машин без путевых листов. Тем самым, как отметил от Горлужба, турфирмы укрывают количество туристов, чтобы избежать уплаты налогов. Укрывание количества туристов, которые обслуживают наши туристические фирмы и в конечном итоге происходит уход от налогообложения. Вот эти вопросы, как раз выявленные в процессе проводимых контрольных проверок, уже в дальнейшем будут обрабатываться соответствующими органами. В данном случае это будет Министерство по курортам и туризму, которое лицензирует туроператорскую деятельность и будет выяснять отношения, связанные с соблюдением условий лицензирования, которые предполагают четкий учет и наличие перевозимых и обслуженных туристов. Заместитель руководителя администрации президента от Горлужба заверил, что подобного рода проверки будут продолжены. Рината Шакай, Стамур Гошба, Абхазское телевидение. В возрасте 57 лет скоропостижно скончался кавалер ордена Леона, заместитель командира авиационной группы ВВС Абхазии подполковник Сергей Подпругин. Имя подполковника Сергея Подпругина известно в Абхазии. Именно он был командиром вертолетной эскадрильи, экипаж которого вместе с женщинами и детьми был сбит над селом Лата. Сам он в тот роковой день, 14 декабря 1992-го, пилотировал второй вертолет, вылетевшись беженцами из блокадного Туарчала. В передаче Абхазского телевидения, посвященной 20-летию латской трагедии, Сергей Подпругин рассказывал об этом трагическом дне. И когда я понял, что что-то произошло, у меня же тоже, наоборот, у много людей, я развернулся и увидел горящий факел, как этот вертолет падал. Конечно, неприятно было, я понял, что там уже живой никто не останется. Падал он очень, как бы, большая скорость была. Просто падал и весь с дымом был, потому что он уже горел. Я запрашивал, пытался там выйти, там что-нибудь помочь. Я знал, что ничего, это не помогло, и сразу догадался, что это ракета, потому что я в Афганистане был, много видел таких вещей. После гибели экипажа вертолета российский военный летчик Сергей Подпругин решил остаться в Абхазии. Начал работать в ВВС страны. До последнего времени, пока неожиданно не оборвалась жизнь Сергея Подпругина, он был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки военно-воздушных сил Абхазии. Обучал летный состав абхазской боевой авиации. После войны он остался, продолжал служить дальше и свой большой, богатый опыт передавать нашим летчикам, абхазским летчикам. У него много учеников, сильных летчиков, которые он создал. Большая потеря и боль очень сильная для всех, даже от молодого до старшего. Очень больно, что мы сегодня потеряли Сергея Михайловича. В авиационном городке 27 августа состоится прощание с Сергеем Подпругиным. Так совпало, что легендарного летчика будут хоронить в день создания военно-воздушных сил Абхазии. Торжественные мероприятия, запланированные к этому дню, будут отменены. 41 объект отобран рабочей группой при Минэкономике Абхазии по первичному отбору инвестиционных проектов. Все эти проекты направлены в Москву в инвестиционное агентство для окончательного отбора. Два проекта строительства гранд-отеля Сухум, фирмы Гранд-отель Сухум, а также строительство завода по производству джемов фирмы Абхазские сады уже профинансированы, а остальные находятся на рассмотрении в российских банках, сообщается на сайте Минэкономики Республики Абхазия, на котором также публикуется полный список проектов, прошедших первичный отбор. В нижней зоне Галского района в течение месяца проводились курсы переподготовки учителей начальных и пятых классов 11 школ района по пяти предметам. Сегодня в Галском государственном гуманитарном колледже прошла аттестация по итогам переподготовки. Подробности у наших корреспондентов. Ни для кого не секрет, что в нижней зоне Галского района есть определенные проблемы, связанные с преподаванием в школе предметов на втором государственном языке Абхазии, на русском. Долгие годы в школах занятия велись исключительно на грузинском языке. Чтобы решить эту проблему, Министерство образования Республики разработало программу по переподготовке учителей Галского района. В прошлом году мы летом во время летних каникул проводили курсы переподготовки педагогов начальных классов 11 школ Галского района, которые находятся в нижней зоне. А в этом году мы также повторяем эти курсы, но уже не только педагоги начальных классов, но и педагоги пятого класса, там уже появляются дополнительные предметы, эти педагоги тоже проходили переподготовку. Учителя школ признаются, что несмотря на то, что занятия им самим даются с трудом, они все же постараются сделать все возможное, чтобы передать полученные знания ученикам. Наши дети не очень хорошо владеют языком, и поэтому эту программу, по которой мы сейчас собираемся их учить, придется адаптировать и немножко изменить для наших детей, чтобы процесс пошел более эффективно. Специалисты уверены, чтобы достичь положительных результатов, понадобится немало усилий как со стороны министерства, так и со стороны самих учителей. Но практика двух лет показывает, что процесс перехода на русский язык запущен успешно. Этот месяц все-таки для них многое значат, потому что они пытаются перейти на русский язык, и очень многие вопросы они уже стараются решить на русском языке, и я так думаю, что у них преподавание все-таки возможно, и они будут стараться. Конечно, трудности большие, так сразу это будет сложно перейти, но я, да, да. Но эта программа рассчитана ведь не на один год, и результаты этой программы тоже невозможно сразу оценить и получить хорошие результаты, но главное, как говорится, дорогу оселит идущий. То есть будем двигаться вперед, и я надеюсь, что результаты будут. Министерство образования республики планирует продолжать данную программу и проводить подобные курсы по возможности чаще не только в Галовском, но и других районах республики. На Алакове, Тимур Кугохи, Абхазское телевидение. И о погоде. По сообщению гидрометриослужбы, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность, ночью и утром дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха ночью плюс 21,23, днем плюс 30,32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин